Я расскажу вам историю экоактивиста Шиеса, Древарха Просветленного. Он, к сожалению, умер на прошлой неделе. Вот кто этот человек? Человек с татуировкой дерева на лице, с большими крыльями. Многие называли его фриком, кто-то говорил, что это современный, настоящий такой юродивый. Люди считали его героем. Шиеса, защиты северной территории, куда собирались возить мусор, ну, отходы из Москвы на север. Один из участников движения «Поморье не помойка». О нем мы будем говорить с журналисткой и иноагенткой Еленой Соловьевой. Елена долгое время жила в Сыктывкаре, много раз была на Шиесе, общалась с Древархом. В том числе брала у него интервью, когда тот уехал в Украину, но об этом в третьей части. Елена, добрый вечер. Добрый вечер, меня слышно? Да, тебя слышно, очень рад тебя видеть. Мы тоже с Еленой, мы знакомы. И я очень рад, что ты согласилась поговорить про Древарха. Вот смотри, я приготовил небольшие кусочки видео, чтобы познакомить наших зрителей с Древархом, если они про него не знают. Давай в качестве интродакшена мы посмотрим два фрагмента. Сначала сам Древарх. Он рассказывает о том, кто он, почему он Древарх и так далее. А потом характеристику ему дает наша общая знакомая, журналистка Таня Бритская. Сначала первый фрагмент. Это Архангельс, детка. Сумасшедших полно и навалом. Я же человеко-дерево. А человек-дерево это как Трима. Трима это супергерой, ты знаешь, который спешит на помощь. И ему там какие-то могут быть общечеловеческие правила, если ты дерево. Я знала, что есть такой символ Архангельска, но я, честно говоря, думала, что это просто фрик. Когда он включился в историю с Шивисом и проехал еще по Смолкам-Подмосковью, я стал таким символом протеста. А я про Шивис много пишу достаточно. И я подумала, что надо все-таки сначала познакомиться с человеком, а потом делать выводы. Потому что, судя по тому, что он там делает, он не просто фрик. И мы записали с ним первое интервью. Редко встречаешь человека, настолько непохожего на собственную репутацию, которую он сам старательно создавал. То есть он абсолютно глубокий, он умничка, он очень хороший. И вообще, это такой, мне кажется, феномен, которых уже, таких уже не осталось в России. Это такой настоящий русский юродивый. Абсолютный феномен русского юродивства. В качестве вступления ты можешь сказать, что ты про него думаешь? Какими словами ты его описывала? У нас есть три блока, и очень хочется пройтись по его биографии более полно. Но сначала твое общее впечатление. Ну, я солидарна с Таней. Я с ним говорила, он не производит впечатления какого-то, знаешь, какого-то городского сумасшедшего. Это очень умный человек. С очень хорошим чувством юмора. И, как бы, если кто-то хочет о нем узнать подробнее, он может почитать, о нем есть совершенно прекрасная статья в Википедии. Я помню, мы читали ее первый раз, когда мы ехали на ШИС. Мы еще не были знакомы с древатом лично и решили читать. Мы ехали в машине и читали ее вслух. Мы хохотали, как припадочные. Потому что там, например, был эпизод, когда он во время правления Медведева, значит, он взял себе имя Дмитрия Анатольевича Медведева, и под этим, собственно, именем вышел голый на Красную площадь. После чего заголовки новостные могли быть такими, там, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев ходил голый по Красной площади. И вот подобных вещей у него было очень много. То есть он так настоящий, юродивый. Я потом вам расскажу, почему он действительно троллил власти и так спускал его на землю. Очень лихо. Давай, я на три блока разделил его биографию. Очень хочется подробнее о ней поговорить. До Шиеса, во время Шиеса и после Шиеса. Очень коротко, как раз тоже основываясь на Википедии, пробегу по важным вехам биографии. В 1994 году он стал гендиректором предприятия по зеленению города. Называется «Северная роза». Там работало 120 человек. Одновременно он организовал общественный фонд «Посади свое дерево». Именно поэтому татуировки дерева у него на лице. Потом такая у него еще была, как это называется, лампа на голове и так далее. Потом была вот эта вот история с переименованием, потому что он и то в Дмитрия Анатольевич переименовывался, то в какие-то языческие имена он переименовывался. Одновременно стартует его общественно-политическая троллинговая карьера. Он баллотировался на разных выборах. То мэром разных городов северных, то он хотел на пост президента баллотироваться и так далее. Одновременно в Архангельске, это конец нулевых, начало десятых, он боролся за какие-то экологические инновации. Например, он в один из годов залез на главную елку в Архангельске. Давно было, фото-видео такие размытые. И кричал оттуда, мол, не рубите живые елки, ставьте искусственные люди. Вот поэтому многие считали его таким вот очень юродивым, странным и так далее. Можно ремарку небольшую? После этого он требовал, чтобы к нему вышли, значит, градоачальник и глава области. Они вышли, поговорили с ним. И после этого его увезли в психушку. То есть что они ему такое сказали, что после этого человека в психушку увезли, и он там потом какое-то восстание поднял, и его тут же и выписали, чтобы он только там не вывезли. Там человек просто потрясающий, конечно. Ну ты знаешь, и после другого задержания его тоже отвозили в психушку. Вообще многие вот так вот смотрели на него и кивали, говорили, ага, с ним все понятно. Но потом в какой-то момент он даже получил справку, что он в полном адеквате решил доказать, что, ребят, нет-нет, вы, конечно, можете думать про меня всякие разные вещи, но это не является правдой. Ну то есть это была заметная фигура, политический троллинг, акционизм, я бы сказал, акционизм, такой, возможно, не всем понятный на севере. И тут мы подходим к Шиесу. Вот ты знаешь, у меня впечатление такое, что помимо... вот в Шиесе был палаточный лагерь, там жило от 50 до 100 человек единомоментно, в разные периоды, может где-то 30. Туда приезжали не только профессиональные активисты, но и как во время таких больших движений, больших акций, это место притягивало странных людей. Вот было отношение к многим, как к странным, такие приехали, что-то тут делают, как бы сбоку припеку, а он стал реальным символом, человеком, которого все любили, которого относились по-особому. Как ты думаешь, почему? Расскажи, что ты видела. Ну, вообще, ему не впервые становиться символом. Я немножко предварю свой рассказ. Во-первых, важно очень понимать, тем больше, что у тебя есть регион, да, важно очень понимать, что это человек из Архангельска. То есть вот эти крылья, почему он стал символом Архангельска, почему он выбрал такой символик? Потому что он выбрал крылья, чтобы быть как Архангел, не просто как дерево, но и как Архангел. И в его имени, вот этом, Древарх, это не просто там патриарх, олигарх, не только это. В этом имени Архангельска. Вот, и это очень важно понимать. Что такое русский север, и почему там смогло произрасти вот такое дерево, как Древарха, да? Потому что на русском севере, это любой фольклорист тебе скажет, что традиции какие-то лучше сохраняются не в центре, а по окраинам, именно на русском севере в конце 19-го, начале 20-го века были записаны все вот эти русские былины про Владимира Красносолнышка, про Илья Муромца, все вот, которые мы знаем с детства. Это было именно вот в Архангельской области записано, большинство из самых известных вот этих былин, они там сохранялись. И там, конечно, долгое время на русском севере сохранялся культ Юродивых, там, например, Прокопий Устюжский был знаменитый, был такой Андрей Тотемский, их было очень много, и это, в общем, на севере оставалось достаточно долгое время. И, конечно, он ведет себя и как акционист, и как классический Юродивый. Он совершенно нормальный в том плане, он очень умный человек, конечно, потому что он смог выстроить эту стратегию, что при всей этой своей странности и причудливости он воспринимался совершенно отдельно от многих каких-то фриков, которые присутствовали на шейсе. Потому что это было большое движение, большая волна, и кто только туда не ехал. На волне всегда вот проступает эта пена, но он не был частью вот этой пены. Он действительно делал какие-то реальные вещи. Ты знаешь, я тут вспоминаю... Например, он сейчас в видео, где у него мигалка на голове. Да, мигалка на голове, такой символ. Да, он троллил людей, которые едут с мигалками, и это действительно в какой-то момент стало позорно, и начали от этого отказываться. На шейсе. Давай посмотрим короткий фрагмент, это потасовка с охранниками. Он их очень мило предупреждал о том, что они должны уйти со стройки, вообще покинуть это место. Иначе он будет принимать экстренные меры. Например, поливать их из такого водного пистолета, заправленного мочой. Вот чем закончилось это дело. Давайте попробуем. Работаем. Поливаем. Работаем с автоматом. Давай. Предупредил. Открывай огонь. Ну, да, спасибо. Мы понимаем, что он пропрощупывал границы. Я бы так сказал. И несмотря на то, что некоторые акции были спорные, отношение к нему в целом, в большинстве, было очень хорошее, положительное. Там на шейсе. Я бы прокомментировала эту акцию так. Если почитать какие-то материалы про юродивых, ты поймешь, что он вел себя совершенно как юродивый. Мало юродивый. Можно еще почитать, значит, Бахтинам, про карнавал, про смеховую культуру, вот эти знаменитые его работы. И надо понимать, что он вел себя абсолютно в этих рамках, абсолютно в такой традиции, в такой народной, в такой, можно сказать, в русской, наверное, традиции. Вот. Собственно, юродивый, он, чем отличается, какие его характерные отличия, он всегда выступает против насилия, и он всегда притягивает насилие на себя. То есть он должен быть как-то побиваем, он даже провоцирует, зачастую большинство юродивых, они провоцировали насилие, чтобы их вот как-то избили и наказали. Поэтому он еще ведет себя как юродивый, но при этом он еще ведет себя как акционист, потому что в любые вот эти вот его действия были заложены какие-то вот такие очень интересные смыслы, очень многозначные. То есть он себя ведет как вот такой артист-художник. Все очень интересно. Чем закончилась его история с Шийсом? Мы понимаем, чем в целом история с Шийсом закончилась. Люди победили, люди отстояли место, где они живут, и московские власти, инвесторы и все остальные отказались от идеи строительства огромного полигона на Пархангельской области, на севере России. Что случилось с Древархом потом? Он уехал в Украину, он был под уголовным преследованием после, в частности, вот после вот этих своих выходок. Надо сказать, что когда я говорила о многозначности, у нас же большую роль в нашем обществе играет еще такая тюремная культура. А там, если знаешь, тебя окропили мочой, ты считаешь, ну, в общем-то, можешь восприниматься как опущенный. На севере все это очень хорошо знают. И Древарх, он же ведь еще чем был на шейсе, почему он был так характерен, с ним не знали, что делать. Он переводил все в какую-то комическую плоскость. Очень часто просто и охранники, и полицейские, они просто не понимали, а что с ним делать. Они не понимали, как с этим бороться. Они знали, как им действовать с протестующими, как их винтить или как их не замечать, когда их бьют охранники. Они знали все прекрасно, но Древарх, они не понимали, во-первых, что с ним делать, а во-вторых, он притягивал очень большое дополнительное внимание к шейсу, потому что всегда, когда он приезжал на шейс, это всегда было событие, информационное событие, это всегда было что-то очень яркое, и народ весь очень радовался. И, ну, вот последний раз, вот когда его повязали, как раз его еще и двоих человек, я присутствовала при этом, их вели к вагону поезда, чтобы там на какой-то станции высадить и посадить, ну, в какое-то отделение полиции, значит, отвезти за якобы хулиганство. Вот. И какая-то сумасшедшая проводница, вот она, по-моему, сумасшедшая, отмечая Древарх, она сказала, что протестующие, я не буду вас впускать, я вас ненавижу, и начала толкать просто кого-то, вот, из них ногой в грудь. По-моему, даже Древарх это и был. И тут вся толпа, которая при этом присутствовала, начала скандировать, поддерживать ее, кричать, не пускай. То есть это было такое, он создал, в общем-то, гигантское шоу. Когда в конце концов, каким-то образом, полиция убедила ее, что впустить этих людей надо, и он начал не спеша подниматься, он, значит, поднял свою губаху длинную, в которую он ходил, и показал, ну, это классика, прям вот все побахтину, смеховая культура, все вот это прекрасное. И он показал свой голый зак, просто все хохотали, все аплодировали. Всем это ужасно понравилось, и просто все были в каком-то, в этот момент диком восторге. Было реально смешно. И потом я у него брала интервью, после этого вот как раз он попал под уголовку, уехал в Украину, после этого я брала у него интервью, он сказал, ну, я бы еще что-нибудь, конечно, хотел сделать там. Не просто показать, а еще произвести какое-то, значит, действие. Вот эта фотография как раз из Украины, которую ты прислала, расскажи немного, что за фотография и что за интервью. Это уже было после Шиеса, что это за период жизни Древарха? Древарха. Собственно, это было не совсем после Шиеса. Шиес тогда еще не закончился, но он тогда уже был вынужден эмагриировать, он был вынужден скрываться. Дело в том, что ему, значит, грозила уголовка, а у него очень серьезное заболевание было. Я сейчас не буду говорить, что это именно заболевание. Мне кажется, это не очень все корректно, но человек знал, что он серьезно болен. И его близкие, которые знали, что у него проблемы со здоровьем, что ему нельзя ни в коем случае оказаться в тюрьме, вот они ему помогли, значит, отправиться в Украину, где он счастливо там прожил много месяцев. Насколько я знаю, он был очень доволен. Он был, например, рад тому, что ему с крыльями позволяют заходить в православный храм. То есть его туда пускали, как Архангелов, никто его не выгонял, не ругал. Вот это, по-моему, это в Киеве, это возле, насколько я помню, Михайловского собора, вот, куда он тоже заходил. Он там ходил с мигалкой, и милиционеры местные ему говорили, ой, какой ты молодец, ты способствовал тому, чтобы соблюдались правила дорожного движения. Вот. Ну и как бы он тоже там с людьми сажал деревья. Вот эта фотография, это он, значит, на митинге за Легалайс с человеком марихуаной общается. То есть человек с дерева, человек марихуаной. Нашли общий язык. Да, 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 это тут нашли общий язык, ну, как и положено растению. Вот он, конечно, и там участвовал в разных пикетах в поддержку каких-то экологических вещей, помогал сажать деревья. Ему там очень помогали, насколько я знаю, его там даже, его лечили бесплатно, его осматривали какие-то очень хорошие врачи, даже профессора, в надежде ему помочь, но заболевание оказалось жёстче и тяжелее, чем вот как бы, чем нам хотелось. Он вернулся в Россию в какой-то момент, и ты можешь, ты знаешь ли ты причину, по какой он вернулся в Россию, что происходило в последние, на последнем этапе его жизни? Ну, причина банальная. Он соскучился очень по родным, по семье, как, ну, обычный человек. Он скучал по своим родным, и он не мог без Архангельска, это тоже надо понимать. Он знал, что он умирает, он хотел быть похоронен в Архангельске. Он даже говорил, что если я вдруг помру здесь, на Украине, вы мне пришлите, пожалуйста, кто-нибудь Архангельской земли, чтобы вот я с Архангельской землей меня захоронили. Да, он вернулся, был сут, и к счастью, к счастью, мы присудили условный срок, и вот он под этим сроком, как под дамокловым мечом весь остаток жизни и проходил. Мало того, есть очень такая грустная, очень печальный момент, что в какой-то момент стали распространяться такие новости, что он якобы зиганул, якобы заткнулся, якобы поддерживает войну. Поводом стала фотография из кафе, где он фотографируется, там, значит, корицей на кофе написан на буква Z, и он это показывает. Но, насколько я знаю, от очень близких его людей, он просто хотел сказать, смотрите, какой вообще кошмар происходит, что это неправильно. Как я уже говорила, мне кажется, вот я даже уверена, что он был настоящим юродивым, то есть он всегда против насилия. Он насилие может вызвать только на себя, но он против, чтобы насилие применяли к кому-то. Естественно, он против войны. Также мне знакомые, которые общались с ним, рассказывали, что он очень хотел отправиться на линию фронта, и тоже из-за этого его в последнее время ругали, говорили, что там конец жизни вообще, может, у него крыша поехала. Но на самом деле все это не так. То есть человек, который знает, когда он умрет фактически, это очень драматическая история, у него был план. Он очень хотел поехать действительно на войну, попасть именно на линию фронта, на линию разграничения, и вот по этой линии как-то перемещаться, ходить или ездить на велике с крыльями. У него была вот такая мысль, что если люди, с одной и с другой стороны, что если они увидят ангела, они перестанут стрелять друг в друга. Вот у него была такая исключительно миротворческая идея. И он хотел, он знал, что вот я все равно помру, и он не хотел умереть просто так. Он хотел еще что-нибудь сделать, чтобы эту войну остановить. И на самом деле, насколько я знаю, он нежно любил Украину. Он, конечно, очень любил Архангельск, он очень любил Север, он очень любил свою родину. И он очень хотел, действительно, чтобы война, и чтобы насилие, чтобы они прекратились. Я следил тоже за тем, как развивались события и в самом движении «Поморье не помойка», и активистов ШИС, и других разных движений, и в КОМе в том числе. И, к сожалению, на мой взгляд, мне бы очень хотелось, чтобы в момент, когда полномасштабное вторжение началось, чтобы все эти люди, которые стояли плечом к плечу, защищали ШИС, они выступили против этой войны. Но, к сожалению, получилось так, что часть людей, часть защитников ШИС, они поддержали эту войну. И вот эти слухи, про которые ты говоришь, они циркулировали не только в отношении Древарха, но и в отношении этих людей. И там правдивая история. К сожалению, часть активистов, заметных, вынуждены были уехать из России, потому что они открыто выступили против войны. Многие остались, многие замолчали, многие поддержали. Ну вот такая грустная история. Насколько мне известно, Древарх выступал против войны, но очень-очень аккуратно. То есть нужно понимать, человек ходил под уголок. И вот последняя акция, которую он хотел сделать в своей жизни, это попасть на разграничительную линию. И мне, конечно, очень грустно, что он попал вот в эту волну слухов и что часть людей придерживается о нем вот такого мнения, как там о каком-то предателе. И пятое-десятое. Что касается движения ШИСа, оно с самого начала было неоднородным, но тем не менее оно продержалось два года. И на самом деле люди могут договариваться и коммуницировать, даже если они стоят на очень разных точках зрения. Это показало, что люди сами себя не знали на самом деле в этом движении. И один из тех, кто помог людям проявиться, был Древарх. Все, он был символом, он реальный был символом, символом Архангельска, человек с крыльями. И он во многом стал одним из символов ШИСа, человек-дерево. Ты знаешь, я сегодня гуглил перед эфиром, собственно, новости про Древарх, и помимо коротких записей, коротких заметок, умер активист ШИСа, Древарх просветленный, было очень много личных авторских колонок. Люди вспоминали о нем, и это были медиа в Республике Коми, порталы в Архангельской области, личные странички. И очень многие писали о том, какой след он оставил. Я, в смысле, я вот ждал, что будут какие-то записи вот про то, что он фрик, а оказалось, что больше записей, которые просто выдают на первой, второй, третьей, четвертой странице Google, записи такие очень опечаленные, записи с теплыми словами, адресованными ему ему и в его память. Вот такой человек, такой интересный ангел, который хранил и природу, и некоторых классных, крутых людей, которые ярче всего выступали против ШИСа. Он их как бы оберегал, оберегал. Лен, спасибо тебе, говорила. Ну да, я бы... Можно короткую ремарку тогда добавить? Да, после твоих слов. Почему благие люди написали о нем так тепло? Потому что многие знали, что он не фрик, потому что он не отгораживался. Он был очень-очень открытым человеком. И у него всегда была какая-то... Ну, не то, что поклонники, а какие-то люди, которые вот так вот, ну, с ними дружили, принимали участие в акции. Он был очень открыт. Я помню вот это и по интервью с ним. Он был готов разговаривать со всеми. В общем, это был такой человек нараспашку, и поэтому благи успели его узнать именно как совершенно нормального, вменяемого человека, который просто оказался гораздо более свободным, чем малогизм. Субтитры создавал DimaTorzok